Почему важно, чтобы в кишечнике не застаивались шлаки? Что чувствует человек, когда кишечник не до конца очищается? Что за методика очищения профессора Неумывакина? Смотрите видео до конца, расскажем, почему важно очищать кишечник и как сделать это, используя способ Неумывакина. Организм человека устроен таким образом, что образующиеся в результате обмена веществ отходы и шлаки, а также различные токсины, должны выводиться наружу. Очищение происходит в почках и печени, а выведение большей частью через кишечник. Если эти процессы нарушаются, то возникает постоянная интоксикация, приводящая к нарушению в работе всех органов и систем. Почему важно, чтобы в кишечнике не застаивались шлаки? Стенки кишечника имеют хорошее кровоснабжение. Если эвакуация кишечного содержимого задерживается, токсины всасываются обратно в кровь, на слизистой образуются участки застойного кровотока, возможно формирование расширений дивертикулов, нарушается бактериальный состав, страдает пищеварение, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Для нормальной работы всего организма необходимо, чтобы кишечник очищался регулярно и полностью. Даже небольшое количество шлаков на стенках толстой кишки может привести к ухудшению самочувствия и развитию проблем со здоровьем. Перед продолжением видео приглашаем всех, кто еще этого не сделал, подписаться на канал, тогда мы будем вас регулярно информировать о темах выпусков. Что чувствует человек, когда кишечник не до конца очищается? Если очищение происходит нерегулярно и не полностью, в кишечнике накапливаются шлаки, происходит постоянное воздействие токсических продуктов на организм, возможно появление таких симптомов. Постоянной слабости, усталости, ощущение отсутствия сил, причем даже после сна, плохое самочувствие, нарушение аппетита и сна, дискомфорт в животе, вздутие и метеоризм, тяжесть после еды, отрыжка, головные боли, сниженный фон настроения, депрессии, ощущение сердцебиения, заложенности в груди, повторная респираторная инфекция, постоянная заложенность носа, покашливание, частые аллергические реакции, повторяющаяся крапивница, появление на коже воспалительных элементов, различных высыпаний, изменение структуры волос, ломкость ногтей, повышение температуры тела по вечерам, снижение умственной и физической работоспособности. Многие не воспринимают появление таких симптомов, как результат засорения кишечника, а значит всего организма. Начинают искать у себя разные болезни, а оказывается просто надо очистить кишечник. Сделать это можно разными способами. Один из них предложил профессор Неумывакин. Иван Павлович решал проблемы космической медицины и занимался изучением и обобщением опыта народных целителей. Он разрабатывал методики оздоровления организма без применения медикаментов. Напишите в комментариях, что вы знаете о профессоре Неумывакине. Что за методика очищения кишечника по Неумывакину? Доктор предлагает проведение очищения кишечника в течение 28 дней. За 4 недели следует ставить клизмы, содержащие отвар свеклы. Помимо того, что следует выводить шлаки посредством клизм, в течение всего срока надо соблюдать вегетарианскую диету, пить больше простой воды и регулярно ходить как можно больше пешком. Для раствора для клизм натереть на мелкой терке 400 г очищенных и вымытых корнеплодов свеклы. Залить все местами пятью десятью миллилитрами воды, поставить на огонь, довести до кипения и проварить 20 минут. Настоять еще минут 30-40 под крышкой и в тепле, завернув в одеяло кастрюлю. Процедить, долить до одного литра. Клизмы следует ставить утром, в первую неделю каждый день, вторую неделю три раза, третью неделю два раза, за четвертую один раз. Такое очищение приведет к полному выведению из кишечника даже небольшого количества оставшихся на стенках шлаков. Самочувствие после проведения процедуры сразу улучшится, а работоспособность повысится.